Я их напугала. Это они меня напугали. Согласен, что это очень странно. Это для нас немного как наглс. Для меня это было вообще абсолютно непонятно. Это интересно, я в это не садовался, а в России вообще... Hola amigos, bienvenidos, добро пожаловать на канал Кики Мексиканец. Сегодня со мной Настя. Привет, Настя. Привет, Кики. Настя очень хорошая подруга, она живет в Барселоне, она сейчас в гостях. И сегодня отличный повод, чтобы поговорить немного вот этой отличии, которые есть, испанцы, русские. Я уверен, что несмотря на то, что Мексика и Испания разные, она очень много нас объединяет. В этом плане даже больше, чем Россия и Мексика. Поэтому в этом видео вы услышите очень интересные анекдоты и смешнейшие вещи, которые у нас и случилось, пока она живет в Испании. Ну, первое, наверное, о чем я хотела бы поговорить, это еда. У нас в России, как в общем, Кики, мне кажется, в каком-то одном из видео об этом говорил, что мы едим с чаем, мы едим с кофе, и испанцы такого не делают. Лексики тоже нет. Да, и у них вообще очень четко распределено, что с чем едят, что с чем не едят. И, например, когда я... Естественно, мне нравятся все эти испанские колбасы, хамон и так далее. И когда я на завтрак брала тост, там клала на него хамон, брала кофе с молоком, и это все ела и пила, на меня мой молодой человек смотрел дикими глазами, ты что, у тебя живот заболит, ты что, это можно есть, тебе же плохо потом будет. А я-то знаю, что плохо мне не будет, потому что в России-то мы едим спокойно так, и ничего не происходит, но для него это было каким-то шоком. Тоже это все время шок для моих каких-то друзей, которые приезжают, что у них вот все по расписанию, там завтрак, грубо говоря, там до 10, обед где-то вот с часа до 4, ужин где-то вот с 8 и до там 10, допустим. 5 часов дня, давай поедем поелью. И мой муж говорит, нет. Во-первых, поелью едят на обед. Туристические всякие рестораны, они тебе что угодно, когда угодно приготовят, но испанец ни один не закажет поелью на ужин. А в 5 часов дня ты вообще нигде не поешь. То есть ты можешь в какой-то булочной купить бутерброд, какой-то там круассан, булочку, выпить там пиво, ну какой-то аперитив. Но никто тебе не будет там жарить картошку, жарить мясо, еще что-то. И для моих, естественно, русских друзей... Серьезно, я в это не садовался, а в России вообще рестораны круглосуточно. Круглосуточно, можно в 2 часа ночи, суши там еще. Почему вы не поедете в 2 часа ночи, да? Да, нет. Если это было в России, они могут приготовить? Они могут, они все что угодно сделают, а в Испании нет. И когда, как бы, у моих друзей ощущение, что как будто мы с Кристиным не хотим сейчас пойти ужинать или обедать, или не хотим их везти в место, где им могут дать еду. Мы раз говорим о расписании съесть, то это действительно все делают или... На самом деле, кто работает в офисе, нет, потому что... Невозможно, типа, я пойду постать. Да, да, ну и в принципе, ты в офисе, ты сидишь с кондиционером. Но есть такое, что магазины могут быть закрыты в это время. Понятно, что есть магазины, которые работают уже так, как по-международному, да, то есть они просто открываются в 9 утра и закрываются там в 8-9 вечера. Но очень многие небольшие какие-то лавки, они закрываются. И даже испанцы, они даже не пойдут в это время, потому что они обедают все. А время обеда примерно сколько дает? Время обеда. Ну, если офис, то стандартно, как здесь, час. Но если это вот какое-то место, какой-то маленький магазинчик, ну, понятно, 4. С часа до 4 ты уже никого не ждешь. Никто не придет, все едят. Ну вот, и а что я буду там сидеть один-какурак? Опять же, вот эти сочетания еды. С одной стороны, они вот считают, что кофе там с молоком не сочетается ни с какой цветной едой. С другой стороны, у меня вот поражали всегда такие блюда, как, например, миллион и хамон. Дыня с хамоном. Да, это дыня, порезанная на небольшие кусочки, и сверху кусочек хамона лежит. И вот это такое, как энтранты, как это по-русски, закуска. Вот, и тоже, я думаю, то есть, вот, значит, бутерброды я с кофе не могу есть, а дыню с хамоном почему-то могу. Кстати, ты сейчас говорила, я сейчас вспомнил, когда я был в Мексике с русскими друзьями, им очень поражалось, что мы фрукты... У нас есть два вида. Либо, допустим, ты кушаешь манго, либо с перцем, либо с гушонкой. Ого! Алиду, почему либо... или другие фрукты, да? Может, дыня даже с гушонкой, и это очень вкусно. Да, для нас это странно, но мы как-то, мне кажется, в России как-то, ну, хочешь, ешь. То есть, конечно, удивимся, но не будем там, Кики, у тебя заболит живот, ты что-то... Неправда, неправда! А да, я тебе так... Я тебе говорю. Люди удивляются в России, когда я ем суп, еще прошу какой-то холодный лимонад. Я начинаю пить свой лимонад холодный, еще суп. Они говорят, типа, что, столько жидкость! С холодными напитками и что-то жирное. Да, холодные напитки. Это да, возмущается. Так что... Ну, ладно, хорошо, допустим, что ты ж... Ну, на Лену в Испании-то не такое часто делают, что... Нет, да там вообще супы как бы особо не... Да, ну, ребята, суп и холодный напиток, это очень вкусно. Как попробовать? А потом дыню с хамоном, скажете, что будет? И хотя бы у меня, правда, живот не варит. В Испании продают лед в магазине? Конечно, да. Для меня был один из шоков, что, типа, у нас в Мексике тоже продают лед, а теперь здесь нет. Нет, здесь просто продают такие пакеты, чтобы ты сам налил дома. Чтобы ты сам делал лед. И они вообще неудобно вот это, потому что, когда ты развиваешь, у тебя все просто руки мерзнут и подваливаются. Нет, в Испании продают лед, причем продают разные мелкие лед, крупные лед. И каждый раз у меня муж очень любит холодные напитки. У него кофе со льдом, и это просто вот то, что доктор подписал. И моя мама каждый раз, когда мы идем в супермаркет, он берет очередной пакет льда, на него смотрит просто как на придурка. Вообще еще за это платишь деньги. Это вода замороженная. Как бы что ты делаешь? Это да. Расскажи еще какие-то смешные случаи. Я помню, что когда-то тебе очень рассказывала, что когда тебя пригласили в гости, начинают угостить. Как в этом принципе работает? Мы приезжали к сестре бабушки Кристиана. Но как-то мы приехали так неожиданно, но мы не собирались долго останавливаться. Мы просто к ней зашли, где-то начать с ней пообщаться, спросить, как у нее дела. И она, ой, ребята, ну что же вы бы сказали, я бы приготовила еду, я бы там, не знаю, что-то купила. Еще что-то, ой, да нет, нам ничего не надо, мы просто пообщаться. Да нет, ну, ребята, ну давайте вам что-нибудь предложу, вот хотите там, Кока-Колу или Фанту или вот Спрайт. Вы такие, да нет, нам ничего не надо, ничего не надо, может быть, просто стакан воды, а то жарко и все. Да нет, ну что, вода, вы что, ну давайте я вам что-нибудь предложу. Да ну, говорю, говорю, ну ладно, давайте, ну давайте Кока-Колу. Она открывает холодильник, а Кока-Колы нету. А мы такие, ну давайте тогда Фанту или Спрайт, что у вас есть. А ничего, нету. Да, это бывает. Знаешь, мне кажется, здесь тоже для нас есть такой культуральный фактор, который очень странный. Я с вами согласен, что это очень странно. Но мы обычно думаем, что приличный человек будет отказаться. Поэтому ты смело можешь очень много предлагать, когда у тебя гости. Это странно, я согласен, да, это странно, но так бывает. А человек должен отказаться, потому что он воспитанный и говорит, типа, нет, спасибо, это для вас будет что-то неудобное, поэтому нет. Если человек действительно хочет тебе это предлагать, он будет спросить два, три, четыре раза. Поэтому вы можете смело отказаться, потому что знаете, что вы еще раз спросите. Когда уже после третьего раза спрашивают, тогда вы можете согласиться, и вы понимаете, что действительно этот человек так и желает вам. Но очень странно для нас, когда ты предлагаешь что-то, и человек сразу тебе говорит, ну да, давайте. Это для нас немного как наглос, типа, как-то ничего себе, как-то ты только что пришел и сразу. Поэтому, но я с вами согласен, что очень странно предлагать что-то, которое не очень готово дать. Да. Это странно, да. И тоже, да, ты мне сказала, что, типа, когда добавку, да, когда ты бросил добавку. А, да, 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 тоже первые, когда у нас были какие-то обеды с семьей, они все время там, ой, Настя, ну ты не стесняйся, вот если ты что-то хочешь, то бери и все время слушай. Хочешь там курочки еще? Я там не хотела, говорила, нет. Ну, слушай, ну ты не стесняйся. Мой муж говорит, да, она не стесняется, вы не переживайте. И они все там, а вот возьми еще там салатик и давайте. А он такой, сразу согласилась, что это удивительно. Они уже настроились, там еще второй раз мне предложили, третий раз. А я сразу их как-то так обрубил, да, давайте мне, пожалуйста, тревожки. Это мне кажется, да, очень странно получается, если ты предлагаешь что-то, и сразу, ну, они, наверное, готовы отдать, но это, да, это нам немного соскочит. Они ждут, что надо будет немножко еще покоммуницировать на эту тему. Да, типа уговаривать, чувствуешь, что да. А потом, Настя, мне было очень интересно, когда ты до этого работала в колд-центре, да? Да, моя первая работа в Испании, это был колд-центр, меня туда устроила мама моего мужа, вот, и я была уверена, что будет, значит, как такой русский колд-центр, что там будут одни студенты, которые временно там работают и как можно скорее пытаются куда-то переустроиться. В перерывы я начала общаться с коллегами, вот, а как зовут, а вы давно здесь работаете? И мне одна, я уже 5 лет, я так, опа, другая, я уже 8, а я тут с 18 работаю, и ей уже там, не знаю, под 40. И я так, интересно, почему ты думаешь, почему, почему ты работаешь в колд-центре вот по 18 лет? Я думаю, ну нет, ну со мной такое никогда не произойдет, я не знаю, какая там у них мотивация у этих людей, но я такого делать не буду. А потом ты начинаешь понимать, в чем мотивация. Тебе делают бессрочный контракт, вот, ты отработала где-то год-полтора, тебе делают бессрочный контракт, тебя очень сложно уволить. Ты можешь уходить на больничный, сколько тебе влезет, вот, ты идешь к врачу, ты плачешь, мне так плохо, у меня такой стресс на работе, я вот, честно, я целый день плачу, я не могу, и руки у меня трясутся, я не знаю, что. Врач тебе выписывает больничный, и ты радостно на этом сидишь, и твой работодатель, он не может ничего сделать, потому что если врач тебе выписал больничный, значит, ты правда болен. И нельзя уволить сотрудника по медицинским причинам. Во-первых, вот это. Во-вторых, ты начинаешь как-то притираться к коллегам, привыкать к ним, они там все веселые, они тебе все рассказывают, ты сидишь и за жизнь с ними разговариваешь, они тебе рассказывают, если хочешь, про книжки, если хочешь, про какие-то их отношения, если хочешь, про еду, и рецепты тебе семейные расскажут, и про все поколения, и так далее. И ты понимаешь, что, ну да, люди, которые мне звонят, они, конечно, неприятные, они там и орут, и раздражаются, и так далее. Но зато мои коллеги, они замечательные. Плюс ко всему, меня сложно уволить. И чем дольше ты работаешь, то есть человека, который проработал в компании 5 лет, его гораздо сложнее уволить, чем человека, который проработал год. Потому что у тебя накапливается как бы стаж в этой компании, и после 2 лет, допустим, тебя увольняют, тебе выплачивают компенсацию, допустим, не знаю, 2000 евро. То есть если ты проработал 10 лет, там для работодателя эта сумма, она все больше и больше. И он уже думает, ну да, может она работает не очень, постоянно уходит на больничный, но если я ее сейчас уволю, мне придется платить вот эту огромную компенсацию. И из-за этого это дает такую большую стабильность именно работнику. То есть я не говорю, что там все халтурят, и все там постоянно уходят на больничный. На какой-то момент, когда я сделала бессрочный контракт, я просто почувствовала вот эту стабильность. Я понимаю, что если я хочу, я могу работать до пенсии, и меня никогда не уволят. Из количества труда. Да, то есть у меня всегда будет вот эта зарплата, я всегда буду как-то трудоустроена, и никаких проблем не будет. В какой-то момент я даже стала думать из-за того, что там отношения с коллегами хорошие, а может быть я и проработаю до пенсии. То есть ты поменял, да? Да, и я начала прекрасно понимать этих коллег, почему они там сидят. Ну, в принципе, в Испании они не очень амбициозные, что ли, я бы сказала. Понятно, всегда есть какие-то там люди, которые с амбициями, но для них это больше буржуазная такая какая-то жизнь. То есть чтобы все было спокойно, стабильно. Вот ты знаешь, во сколько у тебя завтрак, обитый ужин, и все понятно, что будет дальше. То есть им далеко не всем интересно каких-то высот добиваться профессиональных или еще каких-то. То есть очень большая прослойка людей просто хотят жить комфортно. Собавный и смешной случай припомнишь? Или который ты их напугал, наверное, может быть? Это они меня напугали. Пошла я на день рождения к знакомой. Мы сидели в парке, ну, было лето, у нас был пикник, там были приглашенные. И в какой-то момент там одна из девушек или парень, я уже не помню, кто стал сидеть. Ой, Педро, Педро, привет! Там проходит по улице какой-то Педро, и он его знает. Они начинают общаться, и этот Педро присоединяется к дню рождения. И вот для меня это было каким-то шоком, что ты можешь на свой день рождения, на нем могут оказаться люди какие-то с улицы, которых просто знают вы приглашенные. У нас такое было даже не только на день рождения, это может быть какой-то праздник вы устраиваете, еще что-то. И тебе спокойно совершенно кто-то может сказать, слушай, а можно я приду с моим другом, там, Васей? И этот Вася, он никто, просто какой-то друг, то есть это не твоя девушка, не твой парень, никто. Но ты вот так вот приводишь, грубо говоря, людей с улицы. И когда я говорила Кристиану, что нет, а кто это вообще, я его не знаю, ты его не знаешь, почему этот человек к нам придет, или почему он будет участвовать так же. Даже домой, да, домой, то есть они могут спать домой. Да, домой, на день рождения и так далее. Для меня это было вообще абсолютно непонятно. Я, мне кажется, три года не праздновала день рождения, просто на всякий случай, чтобы не пришли какие-то незнакомые люди. Кстати, это очень интересно, потому что в России, мне кажется, пригласить домой это какое-то достижение. Это доверие, да. Это не просто так. Мне кажется, что в Мексике мы легче можем позвать кто-то домой и не обязательно супер близкий друг. А мне кажется, в России это хороший показатель, когда уже люди начинают тебя домой пригласить. Я сейчас думаю о своих каких-то подругах и друзьях. Если бы я им сказала, а можно я приглашу там какого-то непонятного своего друга, которого они даже не знают, мне бы сказали нет. И даже не поняли бы вообще, как я могла такое спросить. Да. Было всегда смешно в Испании. Они читают все имена и названия по-испански. То есть у них вот Wi-Fi это Wi-Fi. Потом мне всегда смешило вот эти актеры из 90-х, от боевиков. Чак Норрис. У них Чук Норрис. И, конечно, самое такое, это Спидерман. Это Спайдермен. И когда у меня младший брат есть, когда мой муж, он еще был маленький, он был подростком. И муж пытался наладить с ним контакт. И такой, Леша, тебе нравится Спидерман? И мой брат на него смотрел в такие в глазки. Я не понимаю, что ты. Ты даже на русском очень плохо звучит, да? На русском ужасно звучит. Да, 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 да. Спидерман. Они вот, да, у них Спидерман. Просто самый любимый супергерой. Ты просто... Да, и угадайте еще, Милей Сирус. Кто это? Милей Сирус? Да. Ну, Майрис Айвен. Я подумал, делал в этом отдельное видео. Иногда мне кажется, что несмотря, что испанский есть и в Латинской Америке, и в Испании, иногда просто совершенно другие языки. И обычно, когда есть фильмы на английском языке, у нас бывает, что перевод, перевод для Испании и перевод для Латинской Америки. Да, да, да. То есть название одного фильма в Испании может быть совершенно другой, и Латинская Америка другой. Латинская Америка, как мы объединены. Просто Latino, Espanyol Latino, и Espanyol de España. А, кстати, еще озвучка. Обычно бывает озвучка для Испании, то есть, с вами ТТ, а для Латинской Америки это наше СС. Поэтому очень интересно, как бывает их, да. На испанском мы, наоборот, мы полностью переводим, то есть, в Spider-Man мы говорим «el hombre araña». Как человек, мы решили полностью переводить, но есть очень много брендов, которые нам объединяют, например, это, которые компьютеры, мы говорим «HP». HP, да, который вы, Хьюллит Паггард. BMW. Да, а в Мексике мы говорим «DMW». Это, конечно, было очень смешно, когда я поговорил с друзьями, про русский, типа «Ой, он бене дублю». Это ужасно звучит, я знаю, но... Очень непривычно. Да, вы более-менее похожи на оригинальном. Я сомневаюсь, что в России, когда есть что-то, очень стараются, чтобы было более-менее похоже на оригинальном языке. Да. А на испанском не факт. Не факт. Можно как получится, или прямо как английский, или наши версии, или мы совсем переводим. Да, но ты знаешь, это просто объясняется тем, что у нас кириллица, и мы просто можем взять и на кириллице написать, как бы, как фонетически это произносите, это легко. Меня очень удивило, что у них религиозные праздники совсем не религиозные. То есть, например, у нас вот Рождество, да, в январе, его, во-первых, празднуют в основном только люди верующие. А у них, вот именно Рождество, это 25 декабря, это просто семейный праздник. И все. Его празднуют все там, ну, наверное, кто-то ходит на службу, но в целом его все подряд празднуют. Это просто такой семейный обед или семейный ужин. То есть ничего такого нет. И то же самое у меня было буквально со всеми их праздниками. С Пасхой я все ждала, ну, ладно, мы-то стоим в очередь, освещаем яйца, там, куличи и все такое. Все это как-то связано так или иначе с храмами и так далее. А они нет, тоже. То есть, наверное, религиозные люди куда-то ходят, но большая часть празднует, как бы, как какой-то такой просто светский праздник. А мне кажется, в России кто не верующим, просто Пасху не празднуют, и все. Как обычный день, да. Кстати, это, мне кажется, я могу тоже с Мексикой, допустим, Рождество вот так же. Для нас 24 ночи все собираемся. Я помню, когда был маленький, да, действительно были такие, как ты хочешь на Рождество, поешь какие-то песни, молитвы, все это более. А потом со временем просто собираешься, обмен подарков. Ты знаешь, какой-то как Новый год, в этом плане получается, что можешь уже вообще не связаться с религией. Но все равно мы отмечаем Рождество как... Потому что в этот день любой, это как все вокруг нашей страны, они с семьей или какой-то с близкими. Поэтому даже если это не связано с религией, ты знаешь, что сейчас все ужинают с близкими людьми. И это нам... Мы чувствуем, что этот день мы должны быть семьей и все вместе ужинать. Независимо от того, что мы делаем в нашей службе или практике, но это, кстати, очень интересно. И тоже с Пасхой. Спасибо большое, Настенька. Ребята, если у вас был опыт, что вы были в Испании, жили или проходили, и вам что-то удивило, пожалуйста, напишите в комментариях. Если вы были в шоке от того, что испанцы делают, или испанцы были в шоке от того, что вы делаете, или мексиканцы, тоже это связано. Напишите в комментариях, мне очень интересно читать ваши комментарии. Ну и, мои дорогие мигусы, надеюсь, что вам понравилось. Мы вместе с Настей сделали видео, где она немного рассказывает свой опыт, как переехать в Испанию. Так что, если вы уверены, что когда-нибудь об этом задумывались, пожалуйста, посмотрите видео. Уверен, что вы можете найти очень полезную информацию. Настя, спасибо огромное, что ты сегодня знаешь, что поделиться очень интересные факты о Испании и наш испаноговорящий менталитет. Спасибо, Кики, что пригласил меня в почву. Ну и, мои дорогие мигусы, вы знаете, что ваша поддержка мне очень важна. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поделите на ваших соцсетях. Если вы еще не подписывались, делайте сейчас, чтобы вы могли знать немного больше о Испании, Мексике, России, как все это прекрасно сочетается, наши разные менталитеты. Я буду очень рад. Берегите себя и увидимся совсем-совсем скоро. Adios amigos, всем добра! Субтитры сделал DimaTorzok